На момент происшествия на борту находились два человека. Работы по деблокированию пилота и пассажира проводили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Один мужчина госпитализирован. К сожалению, второй член экипажа погиб. В республиканском управлении МЧС сообщили, поисками вертолета занималось порядка 300 человек и 80 единиц техники. Поисковая операция продолжалась около 9 часов. Привлекался вертолет беспилотной авиационной системы. В течение всего времени шло ее наращивание. Пилоты-пассажиры были переданы бригадам скорой медицинской помощи. Информация о происшествии поступила в 14.15 по московскому времени. Вертолет МИ-2 принадлежит Казанскому авиапредприятию. Между тем, портал «Бизнес-онлайн» разместил душераздирающую аудиозапись сообщения пилота, отправленного им по рации. По информации портала, тяжело травмированный вертолетчик не смог сообщить точные координаты. А столбик термометра в ту ночь опустился ниже 12 градусов. Холодно. Да, холодно. Холодно. И пилот, и пассажир были госпитализированы, но капитан воздушного судна скончался. Оставшийся в живых пермяк находится в отделении реанимации Республиканской больницы в Ижевске. По словам врачей, его состояние тяжелое, но стабильное. Коротко по диагнозу это сочетанная травма, это достаточно серьезный перелом таза, перелом верхней конечности локтя, общее переохлаждение. Были участки отморожения, но с этим удалось справиться медикаментозно. И, по всей видимости, ампутации чего-либо удастся избежать. В сознании у него есть ретроградная амнезия, он не помнит обстоятельства происшествия. По факту авиационного происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека. Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей.